Команда астрономов из Гарварда приступила к работе над проектом по поиску инопланетных техносигнатур, или другими словами, любого проявления технологического прогресса, научно доказывающего присутствие высокоразвитой внеземной цивилизации в прошлом или настоящем. Этот принципиально новый и крайне перспективный проект получил прямое финансирование от НАСА. Подобного не происходило почти 30 лет. Техносигнатуры являются маяками, способными указать на передовые внеземные технологии. Эти технологии могут быть похожими на наши или же быть чем-то изощренным. К техносигнатурам можно отнести промышленное загрязнение атмосферы, городские огни, фотоэлектрические элементы, мега-структуры или группировки спутников, прокомментировал Ави Лёб, председатель астрономического отдела Гарварда. Найдем ли мы инопланетян? Лёб и его коллеги уверены, что скорость открытия экзопланет, растущая с каждым годом, приближает нас к тому дню, когда мы найдем братьев по разуму. Любые прошлые поиски внеземного разума сталкивались с вопросами, где искать и на какие звезды направить наши телескопы. Теперь мы знаем, где искать. Мы знаем о существовании тысяч экзопланет, часть из которых расположены в обитаемой зоне их родительских звезд. Там могла зародиться жизнь. Правила игры изменились, заявил Лёб. Первый этап исследования подразумевает сканирование неба на предмет наличия признаков использования внеземных солнечных панелей и следов техногенного загрязнения атмосферы. Ближайшая к Земле звезда Проксима Центавра имеет на своей орбите планету Проксима Центавра Би, которая считается потенциально обитаемой. Эта планета находится в приливном захвате, все время обращена к звезде одной и той же стороной, из-за чего одна сторона получает изобилие света и энергии, а вторая находится в вечном мраке. Если гипотетическая цивилизация захочет осветить или разогреть ночную сторону, то они предпримут решение разместить фотоэлектрические элементы на дневной стороне для накопления и передачи энергии на другую половину планеты, добавил Лёб. При поиске конкретных длин волн астрономы надеются обнаружить звездный свет, отражающийся от поверхности возможных солнечных панелей. Газы, загрязняющие атмосферы других планет, могут указывать на наличие разумной жизни. Лёб уверен, что найти молекулы, имеющие искусственное происхождение, не так уж и трудно, потому что мы сами создаем их в огромном количестве, загрязняя земную атмосферу. У нас, так сказать, имеется богатый опыт. Одни ли мы во Вселенной? Даже если мы одни сейчас, то были ли мы одиноки в прошлом? Наука мечтает найти ответы на эти вопросы, заключил Лёб. Редактор субтитров А.Семкин